Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания Ведопульс, и я врач компании Арчипасова Елена Алексеевна. Сегодня тема вебинара – ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких. Итак, что же такое хроническая обструктивная болезнь легких, или сокращенно ХОБЛ? Это заболевание, при котором происходит, смотрите, частичное ограничение воздушного потока в дыхательных путях. И те изменения, которые происходят в легких, они являются необратимыми. Я выделила эту фразу на том слайде, который вы сейчас видите, и хотелось бы на этом немножечко остановиться. То есть все те изменения, которые происходят в легочной ткани при заболеваниях, которые мы с вами разбирали, и даже вот в рамках прошлого вебинара, когда мы говорили о пневмонии и о тех изменениях, которые затрагивают ткань легких, то при правильном реабилитационном процессе легочная ткань и структура, а главная функция легких, она восстанавливается. Здесь же при хронической обструктивной болезни легких изменения, которые возникают в легочной структуре, они уже необратимы. И в результате этого хроническая обструктивная болезнь легких – это жизнеугрожающее заболевание, состояние. То есть, как вы видите, представляет угрозу для жизни человека. Ну, такие общие сведения, которые касаются Хоббл. Немножечко статистики. Симптомы хронической обструктивной болезни легких выявлены более чем у 15% россиян, но это, опять же, данные официальной статистики. По данным неофициальной статистики, заболевания Хоббл встречаются гораздо чаще среди наших сограждан. Хоббл в России занимает первое место, посмотрите, 55% приходится на долю этого заболевания в структуре болезни органов дыхания. На втором месте среди болезни органов дыхания, значит, находится на втором месте бронхиальная астма, это 19% в структуре этой заболеваемости. И пневмония, третье место, это 14%. Смотрите, больше половины, да, 55% в структуре болезни дыхательной системы занимает Хоббл. Хоббл чаще всего поражает мужчин. Мужчин старше 40 лет. И занимает главные позиции среди всех причин инвалидности. То есть это заболевание, которое приводит к инвалидности, которое приводит к нарушению качества жизни и в целом, соответственно, высокие показатели смертности. И вот как раз последний, так скажем, абзац, который мы видим, что смертность от Хоббл, она постоянно растет. И по прогнозам, которые делает Всемирная организация здравоохранения, то есть ВОЗ, к 2020 году, ну если так вот посмотреть, то осталось совсем немного, да, где-то примерно, ну не примерно, да, то есть уже практически три года, Хоббл будет занимать пятое место среди всех причин смертности. Сейчас известно, что первое место делит периодически между сердечно-сосудистой патологией и онкологическими заболеваниями, но все-таки лидирующие позиции патология сердечно-сосудистой системы, онкология, это травмы. Вот лидеры, так скажем, причин смертности. И посмотрите, да, то есть пятое место будет отводиться, если уже не отводится, хронической обструктивной болезни легких. Какова же причина развития этого заболевания? Оказывается, что в подавляющем большинстве случаев, а это 90%, причина Хоббл – это курение. Курение, обратите внимание, причем как активное, так и пассивное. То есть причина четко выявлена. И, соответственно, если известна причина какого-то заболевания, то и бороться с этим заболеванием уже известно как. Но, тем не менее, эта вредная привычка довольно-таки широко распространена и приводит к развитию вот такого вот серьезного заболевания. Каковы же другие причины развития Хоббл, да, 10%, которые тоже могут привести к развитию этого заболевания? Это перенесенные инфекционные заболевания дыхательных путей. Нужно сказать, часто переносимые эти заболевания, то есть часто протекающие бронхиты, как правило. Это бронхиальная астма. Обратите внимание, значит, как бы предрасполагающим фактором и фактором риска развития Хоббл является малый вес при рождении. Почему, казалось бы, какая связь, да, с каким весом родился ребенок? Оказывается, что чем меньше вес при рождении, если говорить о таком показателе, как зрелость и незрелость новорожденных, которая напрямую связана, конечно же, с массой тела, в легких есть такое очень важное вещество, которое определяет функционирование, в целом функции системы дыхания, это сурфактант. Это поверхностно-активное вещество, которое в оптимальных количествах у ребенка как раз формируется к моменту рождения, когда мы говорим о доношенном ребенке с нормальной массой тела. Когда сурфактанта в альвеоцитах, то есть в клетках альвеол, достаточное количество, и это вещество, оно препятствует слепанию альвеол и держит легкие в таком вот расправленном состоянии. Если же ребенок рождается незрелым, недоношенным, с малой массой тела, то этого вещества не успевает в достаточных количествах выработаться, и, конечно же, у такого ребенка страдает функция дыхания. То есть альвеолы, они слепаются с друг с другом, а значит, этот участок легкого, он выключается из дыхания. И вот такая связь малого веса, а именно недостаток сурфактанта, которая может привести к развитию хоббл. Это наличие наследственной предрасположенности, которая связана с тем, что в клетках организма не происходит синтез такого вещества, которое называется альфа-1-антитрипсин. Но вот такая вот наследственная предрасположенность, она... Следующие какие факторы? Это воздействие профессиональных вредностей, то есть те компоненты, которые находятся в воздухе, которыми человек встречается на производстве очень плотно. И это все те экологические факторы, с которыми мы сталкиваемся, те все выбросы в атмосферу, которые происходят постоянно, и, соответственно, тоже могут способствовать развитию хронической обструктивной болезни легких. А если себе представить тот момент, который встречается довольно часто, когда человек курит, то есть самостоятельно, осознанно вредит своему здоровью, плюс находится вне, так скажем, экологически чистом месте, в плане загрязненности атмосферного воздуха, да плюс, если еще сюда накладывается какая-то профессиональная вредность, то развитие хоббл обеспечено 100%. Ну, так как табачный дым лидирует в теологических факторах, давайте на нем и остановимся. Что же он вызывает со стороны бронхолигочной системы? Как провоцирует развитие этого заболевания? Итак, табачный дым и смола, которая содержится, соответственно, в табачном дыме, попадают на слизистую бронхов и вызывают их раздражение. Причем это раздражение хроническое, оно происходит изо дня в день и в день несколько раз, то есть постоянное раздражение. Раздражение, конечно же, приводит к развитию воспалительных реакций. Все это способствует тому, что слизистая оболочка бронхов, она истощается, она находится в состоянии воспаления, и в результате этого начинает формироваться такой механизм защиты, гиперпродукция слизи. И вот эта гиперпродукция слизи, она оказывает раздражающий момент, в результате чего происходит активация кашлевого рефлекса. Наблюдается кашель. То есть кашель расценивается как защитный рефлекс для того, чтобы освободить дыхательные пути от каких-то вот народных компонентов. Эта гиперпродукция слизи, она раздражает рецепторы бронхов, и, соответственно, наблюдается вот такой вот выраженный кашель. И поэтому кашель – это будет, ну, первым, так скажем, симптомом, первым проявлением обол. Дальше. Это то, что происходит на функциональном уровне. Вот такое вот хроническое раздражение, хроническое воспаление приводит и к изменению структуры альвеолы. Стенка альвеолы, мы сейчас это еще увидим на последующих слайдах, она утолщается. Если вы были на прошлом вебинаре, когда мы говорили о проблеме пневмонии, а перед этим разбирали строение в целом дыхательной системы, то как раз говорили, что именно альвеолы, стенка альвеолы – это тонкое-тонкое образование, к которому очень плотно прилегают кровеносные капилляры, и именно через стенку альвеол и стенку кровеносного капилляра осуществляется газообмен. То есть через вдыхаемый воздух организм обеспечивается кислородом, и наоборот, из крови в легкие, а затем уже и с выдыхаемым воздухом из организма выделяется углекислый газ. То есть происходит диффузия газов, газообмен. Здесь же, если происходит уже изменение структуры альвеолярной стенки, она становится толстая, неэластичная, то, конечно же, будут нарушены процессы диффузии и в целом газообмена. Значит, если посмотреть на слизистую оболочку бронхов изнутри, то вот этот эпителий, который как раз и образует внутреннюю оболочку бронхиального дерева, этот эпителий особый, потому что он снабжен так называемыми ресничками, и называется ресничатой эпителий. Что делают реснички в норме? Их задача состоит в том, что они постоянно совершают движения. Вот эти движения направлены на то, чтобы выводить из бронхов движение наружу секреты, которые все-таки клетки выделяют в норме для увлажнения слизистой. Но то количество секрета, которое начинает выделяться в бронхах как следствие защитного механизма на агрессивное воздействие табачного дыма, его очень-очень много. Слизи, да, вот этого секрета формируются очень-очень много. И, соответственно, ресничатый эпителий, он не справляется с такой нагрузкой, это первое. А во-вторых, конечно же, происходит его структурное изменение. И чтобы очистить дыхательные пути от такого большого количества слизи, в результате этого и возникает кашель. И кашель с течением болезни, он все время увеличивается, усиливается, принимает характер хронического кашля. И в основном пациенты, так скажем, хронические курильщики, если мы говорим сейчас о них, испытывают кашель утром, после пробуждения. Почему? Ну, потому что во время ночного отдыха организм гиподинамичен, никакой активности не выполняют физической, которая бы способствовала отхождению мокроты. А утром, когда человек просыпается, поднимается, начинает выполнять какую-то деятельность, происходит раздражение этим секретом слизистой и стимулируется кашлевой рефлекс, и поэтому утром кашель выражен более активно. Ну, почему-то распространено мнение среди людей, особенно среди курильщиков, что кашель – это, ну, в принципе, как бы нормальная реакция для курильщика. Кашель курильщика это называют. Курю – значит кашлю, то есть это как бы взаимосвязано. Конечно, это взаимосвязано, но это не нужно рассматривать как совершенно нормальный процесс. Это признак того, что начинаются определенные, как мы видим, да, увидели на первом слайде, процессы, которые приводят уже к необратимым последствиям со стороны бронхо-легочной системы. Давайте посмотрим на этот красочный слайд, где как раз видим, какие изменения происходят в бронхах. Вот здесь показан здоровый бронх. Смотрите, это такого рода труба, дыхательная труба, через которую происходит движение потоков воздуха. Бронх, как мы с вами знаем с прошлого вебинара, имеет хрящевую основу. Дальше – наружная оболочка, мышечная оболочка и слизистая. Вот она, внутренняя оболочка с особым родом клеток, которые продуцируют секрет. И посмотрите, какой здесь просвет вот этой вот дыхательной трубки. Что же происходит при обструкции? Когда идет изменение слизистой оболочки, когда выделяется огромное количество секрета, то есть мокроты, воспалительный процесс, отек, плюс огромное количество мокроты, наблюдается сужение просвета вот этой дыхательной трубки, то есть бронха. Просвет сужается. И, соответственно, поток воздуха, он ограничивается к легким, и из легких тоже. И, соответственно, доставка газов к легким, она тоже будет ограничена. Вот это все, что мы сейчас разобрали, инструкционный процесс, приводит к такому состоянию организма, которое мы называем кислородное голодание. Кислородное голодание по-другому называется гипоксия. Вот эта гипоксия, она как раз и возникает из-за нарушения проходимости дыхательных путей. И уже гипоксия будет играть основную роль в развитии всех дальнейших патологических проявлений. Клетка, любая клетка организма, она живет только за счет того, что к ней составляется кислород. Кислород необходим для того, чтобы в клетке осуществлялись процессы тканевого дыхания. Это биохимические, сложные, ферментативные, окислительно-восстановительные процессы, за счет которых клетка получает энергию. Для того, чтобы они нормально происходили, клетка должна получать достаточное количество кислорода. А кислорода организм не получает уже на этапе внешнего дыхания, на процессе доставки кислорода к легким. Значит, каждая клетка организма находится в состоянии кислородного голодания. В состоянии кислородного голодания находятся клетки головного мозга. В состоянии кислородного голодания находятся клетки кардиомиоцитов, то есть это мышца сердца. Это сосуды, это клетки печени, это клетки почек, то есть такое хроническое кислородное голодание. Организм при ХОБЛ, хронической обструктивной болезни легких, находится в состоянии выраженной гипоксии. Ну вот здесь я хочу показать, как каждый человек может самостоятельно для себя рассчитать индекс риска развития ХОБЛ. Этот индекс рассчитывается для курящего человека, и посмотрите, индекс называется пачка лет. Что это значит? Нужно посмотреть количество сигарет, которые человек выкуривает за сутки, и соответственно умножить это значение на стаж курения, то есть сколько лет человек курит, и разделить на 20. Соответственно, если человек выкуривает, к примеру, пачку сигарет за день, то есть это 20 сигарет, и стаж у него курения, допустим, лет 20, и мы делим это все на 20, то у нас, конечно же, индекс курильщика получается больше 10, то есть 20. Соответственно, риск развития ХОБЛ у этого человека очень-очень высок. Как протекает, как развивается хроническая обструктивная болезнь легких? Выделяют 4 стадии развития этого заболевания. Первая стадия, так называемое легкое течение. Это то, что мы сейчас с вами разобрали. Это кашель курильщика, на который курильщик-то внимания особого и не обращает, и считает, что со здоровьем у него все абсолютно нормально. Значит, соответственно, хронический кашель. Кашель, который особенно выражен по утрам. Кашель, который необходим для того, чтобы, так скажем, освободить дыхательные пути от мокроты. Вторая стадия. Вторая стадия течения этого заболевания уже это средне-тяжелое течение. Посмотрите, здесь появляется следующий признак – это одышка. Одышка, когда человек испытывает нехватку поступления воздуха, то есть острую нехватку кислорода пока еще во время физической нагрузки. То есть человек начинает выполнять какую-то физическую нагрузку, либо он еще при этом, допустим, ходит в спортзал, и те упражнения, которые он выполнял довольно легко, теперь не даются так легко. И он испытывает одышку, то есть задыхается. И вот это вот должно уже, по крайней мере, как-то насторожить вот такого человека, курильщика, что вот одышка, она, как правило, связана с теми процессами, которые происходят в легких. Либо, если у человека вдруг происходит присоединение еще какого-то бронхолигочного заболевания, допустим, вирусной инфекции, то вот тогда очень сильно выражен кашель и, конечно же, начинает еще беспокоить одышка. Третья стадия. Третья стадия – это уже тяжелое течение. Отек выражен, обструкция дыхательных путей очень выражена, а значит, воздушные потоки воздуха, они уже очень ограничены. И вот здесь у человека появляется одышка не только при физической нагрузке, но и при обычном его состоянии, то есть в покое. В покое, да, человек сидит за столом, человек отдыхает, да, и одышка, испытывает одышку. Конечно же, это тяжелое течение заболевания, которое говорит о прогрессировании гипоксии. И четвертая стадия – это уже крайне тяжелое течение. Это состояние, которое угрожает жизни человека. Бронхи находятся в выраженной обструкции, они, будем так говорить, закупорены. И вот здесь уже присоединяется патология, скажем, другие, вовлекаются в патологический процесс другие системы, физиологические системы организма. И первое, что присоединяется в качестве осложнения – это патология сердечно-сосудистой системы. И мы сейчас на этом остановимся. Развивается такая ситуация, которая называется легочное сердце. Легочное сердце – ситуация, которая, так скажем, проявляется нарушением кровоснабжения, кровообращения по малому кругу кровообращения. Сейчас мы это увидим. Итак, заболевание прогрессирует. Доставка кислорода к легким все время меньше и меньше. С годами это заболевание все прогрессирует. Состояние организма – хроническая гипоксия. Помимо сердечно-сосудистой системы в процесс вовлекаются мышцы. Мышцы – это интенсивно работающий орган, который без кислорода никакой физической нагрузки быть не может. Даже о самой простой – кости. Проявление гипоксии, то, что уже обращает внимание и сам пациент, и все его окружающие – это появление синюшнего оттенка губ. То есть губы цианатичные, синюшные. Вот до того, что синюшным носогубный треугольник может становиться. И есть такое проявление гипоксии, но это тоже уже далеко зашедшее состояние. Вот здесь как раз на слайде вы видите, идет изменение пальцев рук. Смотрите, что с ними происходит. Пальцы утолщаются. Утолщение происходит особенно дистальных фаланг. И идет изменение ногтевой пластинки. Ногти становятся выпуклыми, такие как часовые стекла. Вот это признак хронической гипоксии. В результате хронической гипоксии, так как нарушена трофика тканей, пациент испытывает боли и в костях, и в мышцах, и слабость мышечную в целом. А вот здесь вы как раз видите на этом слайде, что из себя представляет легочное сердце. Ну, в организме все очень взаимосвязано. Все физиологические системы работают как единый целый организм. И если мы разбираем тему дыхания, вот изолировано, то, конечно же, кислород, все процессы, связанные с газообменом, они не могут изолировано касаться только структуры дыхательной системы. Здесь вовлекается процесс, все другие физиологические механизмы. Газообмен, мы сказали, происходит между капиллярами, которые плотно окружают альвеолы, и вот той воздушной средой, которая находится в альвеолах. А что это за капилляры? Капилляры – это кровеносные сосуды малого круга кровообращения. Малый круг кровообращения начинается из правого желудочка. Вот сердце человека, оно имеет четыре камеры, работает очень слаженно в норме, конечно. И вот правые отделы сердца. Здесь находится исключительно венозная кровь. И правый желудочек выталкивает кровь в магистральный сосуд, который называется легочной ствол. Посмотрите, название – легочной ствол. То есть этот сосуд несет кровь к легким. Он делится на два сосуда, которые называются легочные артерии. Несмотря что название артерии, кровь по ним протекает венозная. Правая и левая легочные артерии заходят в легкие, дальше они ветвятся на, так скажем, более мелкие образования, образуют капилляры. И вот каждый из этих капиллярчиков, этого малого круга кровообращения, подходит как раз к альвеолам, где и должен осуществляться газообмен. Но в результате того, что процесс дыхания нарушен, страдают все клетки организма, в том числе и клетки капиллярного русла, наблюдается их редукция капилляров малого круга кровообращения. И, соответственно, будет нарушен процесс обогащения кислородом крови. И для того, чтобы по возможности еще как-то скомпенсировать эту ситуацию, правая половина сердца, а именно правый желудочек, будет активно стараться с большими усилиями проталкивать кровь в свои сосуды. И с прогрессированием хоббл будет наблюдаться гипертрофия, то есть увеличение стенки миокарда правого желудочка. И вот эта гипертрофия правого желудочка, она как раз и называется, то, что мы сказали, легочное сердце. То есть это ситуация, которая является уже осложнением хоббл и встречается при уже таком, можно выразить так, махровом течении хронической обструктивной болезни легких, когда и дыхательная недостаточность, и недостаточность кровоснабжения кровообращения. То есть присоединяется к патологии и дыхательной, и сердечно-сосудистой системы. Конечно же, ни о каком качестве жизни говорить здесь невозможно. Это состояние инвалидизирующее, то есть это уже человек находится в состоянии инвалидности, и это состояние, которое угрожает его жизни в целом. Итак, мы с вами дошли постепенно до более поздних вариантов развития хоббл, более таких серьезных уже проявлениях этого заболевания. И вот здесь на поздних стадиях различают два варианта хронической обструктивной болезни легких. Первый вариант – это эмфизематозный, то есть в легких развивается состояние, которое называется эмфизема. Сейчас мы увидим, что это такое. И второй вариант – это бронхитический, то есть по принципу пневмосклероза. Итак, в первом случае, тогда, когда развивается эмфизема, ведущий симптом хоббл – это одышка. Во втором – это бронхитический, когда спадаются участки альвеол, и часть легочной ткани выключается из дыхания, и в основном это бронхоспазм, основной, так скажем, патогенетический признак, то здесь основным признаком является кашель. И там, и там два признака – и одышка, и кашель. Но при эмфизематозном проявлении – это одышка, а при бронхитическом ведущим симптомом является кашель. И вот давайте посмотрим на этот тоже очень наглядный слайд, где как раз изображены пациенты, внешний вид пациентов с эмфизематозным типом хоббл. Посмотрите, таких пациентов называют розовые пыхтельщики, то есть пыхтят, одышка, выраженная одышка в покое. Посмотрите на внешний вид этого человека. И второй вариант – это синие отечники. Это бронхитический тип развития хоббл. Здесь на первом месте является, конечно же, кашель. Посмотрите, такой вот синюшный оттенок кожи. И вот здесь очень хорошо показан выраженный цианоз губ. Что в первом случае, что во втором человек испытывает выраженное состояние гипоксии. Итак, что же такое эмфизема? Эмфизема, если так посмотреть на это определение, означает повышенная воздушность. Давайте посмотрим, как происходит развитие этого состояния. Легочная ткань, если посмотреть на самую мелкую структуру легочной ткани, это альвеолы. Вот чистая структура альвеол. Альвеолы – воздушные пузырьки, которые отгорожены друг от друга тончайшими перегородками. И эти перегородки очень плотно оплетены сетью кровеносных капилляров. Соответственно, эти перегородки, они как раз и участвуют в создании дыхательной поверхности. Воздействует фактор раздражения. Ну, что? Табачный дым, о котором мы сегодня говорим. Он приводит ко всем тем процессам, то есть изменению структуры стенки, развитию воспалительных процессов. Все это приводит к тому, что стенка сначала, она деформируется, истончается, плюс постоянно протекающий воспалительный процесс, и происходит то, что разрушаются вот эти вот альвеолярные перегородки. Они разрушаются. И если их нет, то вместо перегородок формируется одна такая вот большая полость, заполненная воздухом. Вот здесь процесс начинается, да, то есть полость такая небольшая, а вот здесь уже появилась одна большая воздушная полость. Перегородок мы видим нет. То, что находится в большой вот этой полости, огорожено, да, структура этой перегородки, она изменена. Соответственно, в целом уменьшена дыхательная поверхность и изменено, так скажем, ее функциональное качество. То есть она не участвует в процессе дыхания. И в целом легкие заполнены воздухом, вот в этих больших воздушных полостях эмфизоматозных, но в газообмене этот воздух полноценно не принимает участие. И, соответственно, это все, опять же, способствует развитию гипоксии. Ну вот, опять же, да, на этом слайде мы тоже можем увидеть, вот так выглядит нормальная структура легочной ткани. Вот они, альвеолы с многочисленными перегородками. И к ним подходят, посмотрите, мелкие бронхиолы, да, вот то, что мы говорили на прошлом вебинаре, бронхиальное дерево с воздушными потоками, да, которые доставляют воздух к этим альвеолам. И вот так выглядит структура легочной ткани при ХОБЛ. Вот они, воздушные камеры полости без перегородок, а, соответственно, без участия в процессе газообмена. Диагностика ХОБЛ. Ну, клиника на первом месте, да, конечно же, клинические проявления, визуальный осмотр и все, что обычно делает доктор. Ну, и первое, на что нужно обратить внимание, а это на вредную привычку курения, курит или не курит человек. Каков стаж курения, сколько сигарет выкуривает, рассчитать индекс курильщика, ну, то есть самые такие вот простые, доступные способы. Конечно, методов диагностики много. Можно посмотреть и рентгенологическое исследование, и томографию сделать, и биопсию сделать легочной ткани. Но что страдает при ХОБЛ? Страдает функция, страдают функциональные показатели дыхания. И вот обо всем мы, конечно же, говорить не будем, а вот на этом хотелось бы остановиться. Есть так называемый золотой стандарт диагностики ХОБЛ. Это исследование, которое называется спирометрия. Исследование вентиляционной функции легких, которое позволяет оценить различные объемы. Ну, самые простые объемы это какие? Это дыхательный объем, то есть сколько человек вдыхает воздуха за минуту. Это резервный объем вдоха, выдоха, то есть дополнительно к обычному вдоху и выдоху дополнительный объем. Высчитывается очень важный показатель для оценки как жизненная емкость легких и так далее. Показателей на спирометрии очень-очень много. Но при ХОБЛ оценивается, скажем, основной, как его назвали, золотой стандарт ХОБЛ, это так называемый объем форсированного выдыхаемого воздуха в первую секунду. Сейчас мы увидим, так скажем, изображение спирометрии и увидим, что это такое. Значит, объем форсированного выдыхаемого воздуха в первую секунду. Вот смотрим, у страдающих ХОБЛ он снижен, и по мере того, как заболевание прогрессирует, этот показатель все время уменьшается. Вот посмотрите, спирометрия. Как раз здесь графически изображены все те показатели, которые будет оценивать доктор. Это обычный дыхательный объем, вдох-выдох. Здесь посмотрели жизненную емкость легких. То есть попросили пациента глубоко вдохнуть и глубоко выдохнуть. Соответственно, это и есть емкость, жизненная емкость легких. Что же такое объем форсированного выдоха? Вот посмотрите, после глубокого вдоха, форсированный, то есть не произвольный, а с каким-то усилием, то есть с включением сознания нужно произвести эту, так скажем, эту манипуляцию, попросили пациента просто глубоко-глубоко вдохнуть, значит, воздуха должно поступить много, а затем делают измерение, просят после этого глубокого вдоха глубоко и выдохнуть. Вот он, объем форсированного выдоха, то есть усиленного. И вот пациент выдыхает, и видим, да, кривая, она снижается, и, соответственно, измеряют этот объем за одну секунду. Вот он, объем форсированного выдоха. Так вот, в норме вот этот объем форсированного выдоха должен составлять примерно где-то 75% от жизненной легки. 75% за первую секунду. Объем форсированного выдоха. У пациентов с Хоббл этот показатель, конечно же, снижен. То есть снижение этого показателя – это всегда признак обструкции. И по мере утяжеления заболевания этот показатель в процентном соотношении от жел все меньше, меньше и меньше. Вот один из, так скажем, особо показательных диагностических признаков Хоббл. Каковы принципы терапии этого заболевания? Ну вот еще раз давайте посмотрим, как выглядит нормальная дыхательная трубка бронх и как выглядит, соответственно, дыхательная трубка при Хоббл, да, при обструкции. Стенка утолщена, функционально она, так скажем, не выполняет свои функции. Здесь скопился секрет, то есть ограничение воздушного потока. Мы просто сейчас назовем принципы терапии Хоббл, то есть как облегчить состояние такого пациента. Ну, конечно же, это спазмолитическая терапия. Снять спазм, который будет способствовать тому, что мы увеличим просвет бронха, спазмолитическая терапия. Затем, так как здесь идет хронический воспалительный процесс, то, конечно же, это противовоспалительная терапия. Противовоспалительная терапия – это терапия обязательно, особенно в период обострения. Это применение муколитических средств, то есть тех средств, которые будут облегчать отхождение мокроты. И так как мы сказали, что человек испытывает состояние кислородного голодания, то есть гипоксии, это кислородотерапия. Но кислородотерапия, как правило, уже назначается в тяжелом проявлении этого заболевания. Ну, а то, что может сделать абсолютно каждый человек и не допускать до развития вот этого, этой проблемы и облегчить, если это уже случилось, то, конечно же, это отказ от курения. Казалось бы, так много про это говорят везде и всюду, да, про вред курения. Тем не менее, количество курильщиков, оно огромное. Каковы причины? Ну, их очень много, мы говорить о них не будем, но тем не менее, не курение вообще, да, значит отсутствие хоббл, вообще отсутствие этого заболевания. Отказ от курения, если есть уже какие-то нарушения функциональной системы дыхания, то первое, это, конечно же, отказ от курения, так как это остановит, затормозит дальнейшее прогрессирование заболевания. И, соответственно, и лечение, которое будет проводиться, когда человек не курит и нет этого постоянно раздражающего фактора, оно будет намного более эффективным. Дальше мы видим, что происходит в структурах легочной ткани. Идет ее, скажем, деструкция, разрушение. Поэтому обязательно полноценное питание. Питание, богатое белками. Если есть проблемы с лишним весом, то снижение избыточной массы тела. Так как избыточная масса тела – это фактор риска, но прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний. Мы с вами видим, да, какая огромная взаимосвязь между работой сердца и системой дыхания. Соответственно, гипоксия будет более, так скажем, выражена, если у человека еще и повышенная масса тела. Конечно же, борьба с повышенной массой тела. Обязательно физическая нагрузка? Обязательно. То есть она должна быть адекватна, но состоянию человека. Ни в коем случае не гиподинамия, хотя бы обычная ходьба. Да, то есть очень рекомендовано плавание. Обязательно дыхательная гимнастика. Дыхательная гимнастика, которая направлена на тренировку дыхательных мышц. То есть при любых проблемах, связанных с дыханием, и на прошлом вебинаре мы тоже говорили про это, обязательно нужно восстановить функцию легочной ткани. А это можно сделать только в собственной активной позиции и занятиями, то есть дыхательной гимнастикой. Вот посмотрите, я привожу этот слайд, где я хочу еще рассказать, что на любой стадии, на любой стадии хронической обструктивной болезни большую роль в реабилитации, в лечении играет дыхательная гимнастика. Во-первых, она укрепляет дыхательные мышцы. Именно дыхательные мышцы обеспечивают биомеханику вдоха и выдоха. И дыхательная гимнастика, она способствует выведению мокроты. А, соответственно, освобождению дыхательных путей и восстановлению проходимости бронхов. Дальше. Хотелось бы остановиться на применении дыхательного тренажера. Ну что такое тренажер? Тренажер – это тоже тренировка, да, это тоже дыхательная гимнастика. Тоже наверняка многие слышали о дыхательном тренажере. Дыхательный тренажер Фролова, да, очень широко распространен. Посмотрите, в чем, скажем, основано действие этого тренажера. Когда человек дышит через тренажер, то есть проводит занятия, тренируется, тренажер называется, тренирует свою систему дыхания, то он ставит перед собой задачу дышать как можно реже и медленнее. В результате вот такого медленного и редкого дыхания в крови увеличивается концентрация углекислого газа. Капилляры расширяются и снижается их мышечный тонус. И, соответственно, это приводит к тому, что нормализуется, скажем, кровоснабжение в тех местах, в тех тканях, которые испытывали гипоксию, где оно было нарушено. Ну, и вот здесь, на этом слайде, да, написан, показан, вернее, принцип действия тренажера. Вы знаете, что это обычная дыхательная трубка, через которую человек дышит ртом. Она вставляется в такой вот сосуд, в котором есть жидкость. Жидкость разного уровня, это подбирает уже специалист, какую нагрузку нужно оказывать. Значит, соответственно, вдох происходит через нос, выдох, соответственно, происходит в эту дыхательную трубку. И что получается? Если выдох происходит в дыхательную трубку, то выдох осуществляется вот в эту водную среду, в которой повышается концентрация углекислого газа. И дыхательная смесь уже получается, она обогащена СО2. И человек вдыхает эту газовую смесь, плюс при дыхании он испытывает еще определенное сопротивление, которое оказывает вот эта вот жидкость, находящаяся в этом сосуде. И это способствует тому, что создаются условия, которые напоминают пребывание в условиях гор, то есть условия горного воздуха. И, соответственно, вдыхание вот такой вот газовой смесью, оно улучшает, оптимизирует альвеоляр-вентиляцию легких и улучшает кровоснабжение тканей. Поэтому применение вот этого тренажера, дыхательного тренажера Фролова при Хоббл очень актуально. Ну, немножечко остановимся на фитотерапии. Фитотерапия при Хоббл. Применяются растения, все по тем же позициям, которые мы видели при принципах терапии Хоббл. Значит, применяются те растения, которые расширяют бронхи. Бронхолитики так называемые. Что к ним относятся? К ним относятся такие растения, как тимьян, эфедра и богульник болотный. Вот это травы, которые обладают бронхолитическими свойствами. Дальше. Устранить кашель, облегчить кашель. И одновременно еще и обладают антимикробными свойствами, то есть противовоспалительным действием. Обладают лекарственные растения, которые богаты эфирными маслами. И вот опять же, все время возвращаясь к нашему вебинару, который был у нас на прошлой неделе, когда мы говорили о пневмониях, мы тоже там говорили о том, что очень показаны травы, которые богаты эфирными маслами. Самые простые – это укроп, ягель, это все хвойные, это эвкалипс, сосна, можжевельник. Соответственно, их можно применять в качестве ароматерапии. Ароматерапия, то есть лечение путем насыщения воздуха парами эфирных масел. Это в целом способствует снижению восприимчивости вот таких людей, у которых страдает слизистая оболочка бронхов к действию вирусных инфекций. А организм ослаблен у пациентов с Хоббл. В целом, да, общий иммунный статус страдает. Плюс такая вот почва в виде видоизмененной структуры слизистой бронхов. Постоянный воспалительный процесс. Конечно же, любая вирусная инфекция легко присоединяется вот на эту в кавычках «благодатную среду». И поэтому эти пациенты склонны к частым проявлениям вирусных инфекций. А это, конечно же, будет усугублять течение их основного заболевания, то есть Хоббл. А вот как раз ароматерапия теми травами, которые богаты эфирными маслами, в целом как бы способствует улучшению состояния слизистой оболочки. И что немаловажно, обратите внимание, улучшает их психоэмоциональное состояние, которое, конечно же, страдает при вот таком течении бронхоабструкции. Легкие, ну, как обычно, мы связываем, да, два направления. Это академическая, которую мы сейчас с вами разобрали, и аюрведическая. Легкие относятся к системе движения праны, да, то есть потоку жизненной энергии. Соответственно, прихобал, поток жизненной энергии, конечно же, будет, поступление этой жизненной энергии в организм ограничен. Конечно же, прана будет снижена. Ну и, как обычно, мы всегда касаемся тех индексов АПК-видопульс, тех маркеров, которые, ну, так скажем, могут помочь в диагностике этого заболевания и те изменения, которые мы можем увидеть при, так скажем, рассмотрении вкладок АПК-видопульс. Ну и вот сегодня мы тоже давайте посмотрим на эти проявления. Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что если мы обратимся во вкладку меридианы легких, то мы увидим напряжение со стороны первого меридиана, то есть меридиана легких, он находится в напряжении. Вот здесь как раз это и показано. Далее, если посмотреть на вкладку Недана Субдоша, что здесь имеет место быть? Прежде всего, во вкладке Вата Субдоша будет находиться прана Вата в напряжении. Прана Вата здесь рассматривается не как прана жизненная энергия, которую мы назвали, она, сказали, что она находится, конечно же, в состоянии истощения, прана Вата как Субдоша, как составляющая Вата Доши, она, конечно же, будет находиться в состоянии напряжения. И вот здесь как раз это показано. Если же в процесс вовлекается еще и сердечно-сосудистая система, то есть то, что мы назвали легочное сердце, наблюдается недостаточность кровообращения, то, как правило, будет еще задействована и вьяна Вата, вьяна Вата, которая будет находиться в состоянии, ну, здесь может быть либо состояние недостаточности истощения, вот как здесь, либо это может быть тоже состояние некого напряжения. То есть изменение состояния вьяна Вата вместе с прана Вата вот при всем том многообразии проявлений Хоббл нужно расценивать как вовлечение в процесс сердечно-сосудистой системы. И есть еще диагностические признаки, которые можно увидеть со стороны проявлений капха субдоша. Это то, что касается аволамбака капха. Аволамбака капха будет находиться в некотором напряжении и, как правило, свидетельствует о повышенном слизеобразовании, то есть повышенной продукции ксудата мокроты, которая как раз накапливается в бронхах. И хотелось бы еще остановиться на вкладке панча-махабхуд, то есть проявления пяти элементов. Что здесь можно расценить как диагностический признак. Оказывается, что если Хоббл, хроническая обструктивная болезнь легких, протекает с преобладанием эмфизоматозного компонента, то есть повышенной воздушности, то если мы посмотрим на вкладку панча-махабхуд, мы увидим преобладание энергии эфира. Вот здесь как раз показано. Если же мы наоборот видим, что Хоббл протекает с преобладанием панхетического компонента, то есть образования от электазов с пневмосклеротическим компонентом, то наоборот будет преобладать уже энергия Земли. То есть это является довольно показательным диагностическим признаком при одном и том же заболевании, но при различных вариантах его протечения. Ну и как обычно мы говорим, что если выражен воспалительный процесс, а это как правило обострение Хоббл, то тогда будет выражено напряжение ракта. Атхату, это мы уже говорим о вкладке тхату ткани. Но опять же мы видим, что рактатхату это не специфический диагностический признак, который есть при любом воспалительном процессе, но Хоббл тоже обостряется и соответственно ракта тоже может увеличиваться. Ну вот таким образом мы с вами разобрали основные моменты, которые касаются такого очень тяжелого, грозного, жизнеугрожающего заболевания, как мы вначале сказали Хоббл, рассмотрели основные его проявления, принципы терапии, принципы диагностики и конечно же профилактики. На этом спасибо всем за внимание, если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Если вопросов нет, всем большое спасибо, приглашаем вас на наши последующие вебинары. До свидания. Субтитры